Это обозначает прославление Господу. Когда мы поем «Аллилуйя», мы прославляем Бога. И Он достоин. Он достоин всякой славы и прославления. Спасибо. Сегодня мы живем. Сегодня мы живем в Мальчане. И в других странах, также есть в Мальчане. И еще другим Венея, Римея, Римея, и другим Вялеме. И другим Вялеме. И у нас два Рима. Сегодня Бог действует, мы верим, потому что у нас живой Господь, Он дал нам этот труд, Он дал нам в этом трудиться, идти и делать, и мы были в послушании, и Он обращается за последний, Иисус есть Господь, Иисус Господь, и Он Он Господь, и Он исполнит то, что мы делаем, закончит то, что мы начинаем делать. Мы только у Него просим, и Его Дух в нашей внутренности направляет нас, если ты принял Его Дух, но если не принял, то можешь сегодня это сделать. Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! Потому что сегодня опять тот же день, который называется День Спасения. Есть ли эта женщина здесь, которая сказала, что она завтра сделает это или нет? Нету. Плохо трудились над подругой. Есть эта женщина здесь? Есть? Есть. Нет, это никто. Она? Она? Она в зеленой кофточке вчера была. Нет, это не так. И она сюда. Ну, она тоже премьет Господа сегодня. Сегодня день спасения. Как вчера мы сказали, мы не уверены, что можно, как мы вчера сказали, что мы не уверены о завтрашнем дне, но как бы сегодня, что возможно будет такое, что и не спасемся. Она продвинула этот день и сказала, что она завтра придет Господа. И мы будем молиться, чтобы она получила это спасение. Ну, который человека как бы продвигает это спасение. И это возможно последнее. Потому что Слово Божье говорит теперь. Сейчас и теперь. 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 Аминь. 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 И по этому стадию мы будем вместе молиться. И мы будем молиться, которая обещала, что она сегодня спасет. Будем о ней молиться. И мы будем молиться, чтобы Бог благословил это собрание. Конечно, молиться. Благодарим, что ты открыл небо нам. И мы будем молиться, чтобы ты благословил это собрание. Сиуна каждого свидетеля, который будет свидетельствовать. И говори каждому, который здесь, в этом зале. И благослови каждого, который пришел сюда и дальше. Дай свое благословение. Господь, если нет, ты еще не получил спасения. То даруй ему это спасение сегодня и благослови. И отец, дай помощь больным сегодня. Господь, мы верим, что ты сегодняшнего дня, Бог. Ты живой, Бог. Единственный, который творишь чудеса. И мы отдаем всякое прославление и славу и хвалу Тебе. И мы благодарим, что ты эту женщину, которая продвинула этот день, этот день спасения. Благодарим, Господь, что ты слышишь нас. Благодарим за хору. Благодарим, что дашь помазание хору. Благодарим, что дашь хорошие гимны нам. Благодарим, что все исходит от Тебя. Благодарим, Иисус. Благодарим, Благодарим. Так, так, так. А, после полиции, в Световолит. Да, это время, в Вутоволит, готово. Ты можешь несколько минут приватовать. Яков. Яков, яков, яков. Яков, яков, яков. Яков, яков, яков. Яков, яков. Яков, яков. Ветерпеться. Он говорил так, что в фильме он говорит о языке, что язык маленький, но много творит зла. Валя сейчас будет говорить об этом, он своим фильмом сказал, а не читает. Так что по-фильски мне не надо. Слава Господу, это сегодняшнее собрание наше. Есть даже Духа Святого, есть плоды Духа Святого. Но Духа Святого воздержания... Воздержание брат доброжелательности, воздержание умеренности во всем. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, какой огонь он... Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык. Огонь прекрасной неправды. Язык в каком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспален от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и хрущено естеством человеческим. У кого есть Новый Завет или Библия, откройте, пожалуйста, Иакова 3 глава. Когда все идут на собрания, нужно обязательно брать с собой Библию. И если кто-то не взял, нужно брать листки бумаги и записывать, чтобы можно было дома прочитать. Вера приходит от слышания. И если мы слышим, нам нужно потом читать. А язык укоротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза с муквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь, не уйдите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая выше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых кладов, беспристрастна и нелицимерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Мы не можем проклинать людей, потому что проклятия наши нашим языком возвращаются не только нам, но и нашим детям потом. В духовном мире, когда мы говорим, все исполняется так, что будьте осторожны со своими словами. Когда человек бежит по скольской дороге, он говорит, как бы мне не спотыкнуться. Редко, когда скажешь, не упадешь. Редко, когда человек бежит по скольской дороге, он говорит, что у вас всегда все хорошо. И вы будете иметь то, что хотите. Аминь. Аминь. Дорогие мои братья и сестры, я благодарю Господа за то, что вы нашли сегодня время. Несмотря на трудности нашей жизни в нашей стране, прийти сюда и обнимать Слово Божье. Я благодарю Господа, Бога нашего, Иисуса Христа, за то, что Он дает нам такую возможность, чтобы слушать Слово Божье из уст наших учителей, проповедников, братьев наших во Христе, которые, несмотря ни на что, приезжают к нам из соседней страны с землями. Я не желаю того, чтобы мы ежедневно прошли в Боге, чтобы мы не стояли на месте, а постоянно получали новое и новое. Из книги жизни из Гиблии. Бог хочет, чтобы мы росли духовно. Расти духовно каждый день. Для этого Он нам дает как бы материнское молоте. Он приготовил нам для этого Библию. И с которым мы должны пить каждый день по глотку. Как мы знаем, когда дети питаются материнским молоком, они постоянно растут и растут и попают. Таким мы должны расти. Как новорожденные младенцы. Первые Петра 2.2. Отходите, пожалуйста, к Петру Кована. Или в Англии. Как новорожденные младенцы. Как новорожденные младенцы. Чистые солесные молоко. Давай днем. Здрасте, Иван. Спасибо. Я знаю, что Господь хочет, чтобы мы каждый из нас рос. Духовно. И Господь хочет, чтобы мы каждый из нас рос. В том времени, в котором мы живем. Чтобы мы не стояли надлой ноге. Чтобы мы стояли твердо на нашей земле с двумя ногами. И мы знаем, что Слово Его может быть реальным для нас сегодня. Чем оно было в прошлом году. Мы знаем, что Господь Бог делает чудеса не только с людьми. Мы знаем, что Господь Бог делает чудеса не только с людьми. В чем многие, по-моему, уже убедились не раз. Сынам монетчо-монетчо сида тупки не цена нет. Господь зеляет также и животных. Я принял такой небольшой пример из своей жизни. У нас у соседей заболела собака. У нас у соседей заболела собака. Домашняя собака. Коти коеров. И когда я случайно просто спустилась к ним, они были очень расстроены. Говорят, что собака погуляла на улице. И пришла домой, вдруг вот она такая больная. Слава Богу, что эти люди, это семья, они тоже верующие. Мы все помолились над этой собакой. Вы положили на нее руки. Прихожили на другие деньги. Собака лесила, двигает по комнате. Свою собаку бездревле. Ну я тули тервесть. Аминь. Аминь. Херра, я не не знаю, кто. Мы все вместе. Мы все вместе. Мы все вместе. И я благодарю Господа нашему. Я благодарю Господа. За это. И мы на нем все вместе. Да. Мы все вместе. Аминь. 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 В Библии написано так. Ильинство, элайте с ним. На авто. Человеку и животному помогаешь ты, Господи. Человеку и животному. И если Бог исцеляет собаку, неужели Он не исцелит Своего Дитя? Иисус сказал, Вы намного дороже, чем несколько воробьев. И ни один не упадет безведома от Салаши. И Бог питает, Он имеет ввиду воробьев. И как намного больше Вас маловеры. Так Иисус сказал Своим ученикам. Благодаря Господу. И Слово Божие удаляет все наши заботы из сердца. И Слово Божие дает надежду. И желание жизни. И радостное ожидание. Уско. Веру. И теперь у нас есть друзья из Беларуси. Брат и сестра. И они споют нам. Что-то задумались. Просто, просто. А где гитар? Пятали вот это гитарем вам пунктами. Ну ладно. Вы без меня справились. Пятали. Пятали. Вы любите друг друга. И поэтому приятно нам видеть вас. А самое главное то, что среди нас Иисус, который если даже и мать забудет свое трудное дитя, то Он сказал, что я никогда вас не забуду. Это слово записано в Евангелии. И поэтому мы верим в нашему Бога, который нас любит. Но Бог не любит грех. И если человек делает грех сознательно, то Бог отходит от человека. А когда человек просит прощения и опять идет к нему, Бог принимает его. Слава Иисусу. Он сказал, что приходящие ко мне не изгонят вон. И сегодня Он ждет каждого человека, который, раскаявшись, пришел к Иисусу. Иисус примет. Аллилуйя. Иисус. 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 ты будешь представлять, он все будет делать полным. Поэтому сегодня зависит от всех нас, что мы представим Господу. Или часть сердца нашей жизни, или полностью предоставим Ему. Если полностью, это слава Богу, чтобы наше сердце полное, вся наша, можно сказать, такая, ну, все наше воззывание, все наши помышления только были в Господе, в этой земной жизни для славы и высвятого имени. Солом муж из Галилеи. Мы знаем о Христе, который вырос в Галилее, в стране Палестине, и Он там рос, и Он видел страдания всех людей, живущих рядом с Ним, потому что в каждой стране, в каждом народе люди имели какие-то скорби, возможно, переживания. И этот Христос, Он все понимал, и когда Он вырос, Он стал проповедовать Слово Божие. И мы знаем, Он многих исцелял, Он не проходил мимо слепых, мимо прокаженных, не проходил мимо людей хромых. И мы знаем, что люди радовались Иисусу, потому что Он давал им исцеление, жизнь. Для человека, который протянул свои руки, чтобы получить какие-то деньги, возможно, мы знаем, когда Петр Иоанн шел в храм, то хромой он, смотрел на этих людей, на этих двух учеников Христа. И он желал, чтобы получить от них какие-то копейки, возможно, подаяния. А Петр сказал, что серебра и золота нет у меня, но что имея, то даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Этот человек поднялся, не только поднялся, он вскочил и славил Бога, алиюя. Он получил исцеление Его, Иисус исцелил. Слава Богу! И сегодня Иисус исцеляет и в этом клубе, Он исцеляет на каждом месте и дома, везде. Если ты молишься к Нему, если ты к Нему обращаешься, Иисус наполняет твое сердце. Слава Богу! Этот муж из Галилеи, Иисус некогда исцелял в то время далекое древнее, он сегодня тот же самый Бог. Он сказал, что все с вами во все дни до скончания века этот Иисус сегодня между нами. Мы Его не видим своими плотскими глазами, но Он есть Дух, и поэтому Он в каждом сердце, и мы это ощущаем своей внутренностью, нашей душой, нашим Духом, что здесь Иисус, аллилуйя. Если здесь Иисус, то Он здесь творит прекрасные вещи. Сегодня больной человек может ходить, он может сегодня быть настроением, может сегодня радоваться в Боге, потому что Иисус, Бог всякой плоти, и для Него нету ничто, что Он не смог сделать, потому что Он всемогущий Бог, слава Иисусу, аллилуйя. Будем петь в салон, возможно, даже все вместе мы встанем, и кто знает, кто не знает, будем петь о Христе, муж из Галилеи, мимо тебя не пройдет, аллилуйя. мушка, Лилеи, они тебе не пройдет, муж, маллилуйя, алилуйя не пройдет, муж, галлилуйя, не пройдет, муж, маллилуйя, не пройдет. Если ты позволишь, Он сам придет, любя, и силой своей напомнит Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 когда уже сегодня, можно сказать, день приходит к концу. И что, конечно, будет сказано Слава Божия через братьев, но все-таки уже день приходит к концу. И пусть Господь вам поможет на эту трудовую неделю быть в общении с Богом. Меньше удаляться от греха, вообще не грешить. Пусть Господь поможет благословить вас в нашей жизни. Иисус воскрес для оправдания нашего. Слава Богу! И сегодня наши сердца должны быть радостны, что Он воистину воскрес. Аллилуйя! И сегодня воскресенье этим движется Церковь Божия, потому что Он поразил дьявола, Он открыл небо святое для Церкви Божией. И это радость для нас, дорогие друзья, что наша жизнь не кончается на кладбище. Нет, она продолжается в небесах. Слава Богу! Эту простую истину должен знать каждый на этом месте из вас сидящий, который получил рождение свыше. Что наша жизнь, она продолжается в небесах. Аллилуйя! Потому что Иисус Христос возлюбил каждого человека, и Он отдал свою жизнь за весь мир. И сегодня этот мир должен идти к Иисусу. И кто, как и ты, дорогой друг, должен сказать о том своему соседу, своему работающему рядом, возможно, человеку, другу, подруге, о том, что Иисус твой Спаситель, что Он только единственный, страдалец за весь мир, и только Он может спасти тебя и меня, никто иной. Слава Богу! Аллилуйя! Ты, руки, каждый убеда, за тебя меня страдая, в тумирон любя, кровь святую проливая, нас от смерти спас. Поистину воскресущат слова, поистину ожил Тресус тогда, поистину живет Христос всегда в наших сердцах. Поистину воскресущат слова, поистину ожил Тресус тогда, поистину живет Христос всегда в наших сердцах. Все греховное отвергнут, принимай Хреста, Его руки, Бог, и счастья, их ищи всегда. Это счастье, это радость, путь на небесах, ведь Христос воскресе с мертвым, верим Ты и Я. Поистину воскресущат слова, поистину ожил Христос тогда, поистину живет Христос всегда в наших сердцах. Поистину воскресущат слова, поистину ожил Христос тогда, поистину живет Христос всегда. В наших сердцах, в наших сердцах. Дух Святой Псалми говорит о том, как нам людям хорошо прославлять Бога. Но какого мнения ты? А я такого же мнения, я тоже как Дух Святой. И что Он учит нам? Это хорошо. Хорошо. И тут благословение. В этом благословении. Когда мы жизнь свою укрепляем по Слову Господней. И что там читается в Псалме 150? Последний Псалм. Последний Псалм. Последний Псалм. Последний Псалм. В роду. В роду. Иди. Иди читай. Прочитай все. В роду. Иди читай. В роду. В роду. Для того, чтобы совершить общение, Хвалите Бога во святыне Его, Хвалите Его на тверде силы Его, Хвалите Его по могуществу Его, Хвалите Его по мужеству величия Его, Хвалите Его со звуком трубным, Хвалите Его на псалтыре и гуслях, Хвалите Его стимпаном и ликами, Хвалите Его на струнах и органах, Хвалите Его на звучных кимбалах, Хвалите Его на кимбалах громогласных, Все выжище дохвалит Господа. Аллилуйя! 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 Я уверен, что вы получите все эти инструменты, которые мы можем славить Господа. Слово мы можем täyttää тему сану. Аллилуйя! Вы знаете, что в ветхом завете случилось, когда они начали прославлять Бога? Свет Божий опустился. И так же сегодня. Аминь. Аминь. И еще раз. Быстро. И после этого. Свет Божий. Свет Божий. Свет Божий. Свет Божий. Свет Божий. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Подумайте, Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Это много легче испытать и понять, когда это все внутри. Верь, только верь, что ты можешь жить конкретно в Боге. Аллилуйя! Есть еще здесь таковые? Есть, есть Он. Смело сюда шагай. Слава Иисусу! Видишь, какие мы вылавливаем рыбки. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Смело! Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Кромеري, fatty. Матка хочет сказать несколько слов. Вы слышали о ковчении аноевом ковчении? Кто слышал накажешь? И как стало с теми, которые остались за ковчегом? Все потонули. Приходи к Иисусу, будешь в ковчеге, который не тонет. Аминь. Если остались по ту сторону, то тонешь и погибнешь в мире все. Аллилуйя. Китус, Евгений. Китус, Евгений. Китус, Евгений. Аллилуйя. Слава. Китус. Китус, Евгений. Твоё слово говорит, приходящего ко мне не изгоню его, и я знаю, что ты меня не изгонишь, а примешь меня. Твоё слово говорит, вся, кто призовёт имя Господне, спасётся, и я верю, что ты меня спас, я стал праведностью Бога в Иисусе Христе, я спасён, я благодарю тебя за это. Теперь вы образно должны представить, что Дух Святой сходит на вас, и что Бог простил вам все ваши грехи, все ваши грехи прощены. Нет такого греха, который Бог бы не прощал человеку, все грехи ваши прощены. Вы просто должны представить себе то, что Бог простил все ваши грехи. Теперь вы представьте образно, что Дух Святой сходит на вас, и вы начинаете говорить новыми языками. Повторяйте за мной. Иисус Христос, крести меня Духом Святым. Когда вы вдыхаете, Дух Святой сходит на вас. Когда вы вдыхаете, вы образно должны представить, когда вы выдыхаете, то начинайте говорить новыми языками. При вдохе, Дух Святой входит в вас. При выдохе вы начинаете говорить все новыми языками. Вы получаете крещение Духом Святым. Иисус Христос, крести меня Духом Святым. Дух Святым. Дух Святым. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Увидеть, так будет участвовать, и другие увидят, и мы будем больных принимать, и мы будем принимать, которые мы делаем сегодня еще и делаем, и эти могут прийти сюда и засвидетельствовать. Благодарим, Иисус! Есть ли здесь таковые, у которых спины больные? Сверху. Боль в спине. 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 Это молитва Духа Бога. Аминь, аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, братья и сестры, кто еще не записался, кто же не крещен водным крещением, кто у кого есть желание покреститься водой, пожалуйста, у нас здесь есть вида царю, подойдите к ней, пожалуйста, и не запишитесь на водное крещение, кто желает. В среду собрание будет, как обычно, 7 часов на Ленина. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...